Зачем менять диету и образ жизни, если можно просто подождать и позволить современной медицине вылечить нас? Ранее я уже отмечал, что пациенты склонны дико переоценивать способность скрининга на рак и лекарств, например, снижающих уровень холестерина, предотвращать болезни. Настолько, что если бы пациентам рассказали правду о том, как мало пользы они получат, 90% из них заявили, что даже не стали бы их принимать. Причина, по которой нам следует питаться здоровее, а не рассчитывать только на медицинский технофикс, заключается в том, что такая же чрезмерная уверенность может существовать и в отношении лечения. В ходе масштабного исследования, включавшего более 200 тысяч испытаний, исследователи обнаружили, что да, таблетки и процедуры, конечно, могут помочь. Но настоящие очень большие эффекты, подкрепленные весомыми доказательствами, в медицине встречаются редко, а больших преимуществ в плане смертности, позволяющих людям жить значительно дольше, практически не существует. Мы отлично справляемся с переломами костей и лечением инфекций. Но для лечения хронических заболеваний, наших главных причин смерти и инвалидности, современная медицина не может предложить ничего особенного, а иногда даже может принести больше вреда, чем пользы. В своем докладе, выкорчевывая ведущие причины смерти, я отметил, что побочные эффекты от рецептурных лекарств ежегодно убивают примерно 100 тысяч американцев. В результате чего медицинская помощь становится шестой ведущей причиной смерти в США. Но это только смертность от приема лекарств по назначению врача. Еще 7 тысяч смертей происходят от ошибочного приема не того лекарства, 20 тысяч смертей от других ошибок в больницах. Больницы — опасное место. Еще 80 тысяч человек умирают от внутрибольничных инфекций, а по последним оценкам — 99 тысяч смертей. Но можно ли винить врачей в этих смертях? Можно, если они не моют руки. С 1840-х годов известно, что лучшим способом профилактики внутрибольничных инфекций является мытье рук. Однако уровень соблюдения правил среди медицинских работников редко превышает 50%, а врачи — хуже всех. Даже в медицинском отделении интенсивной терапии, даже если вы вывешиваете табличку о мерах предосторожности при контакте, сигнализирующую об особо высоком риске, менее четверти врачей моют руки. Многие врачи встретили ужасающие данные о смертности от врачебных ошибок, с недоверием и опасением, что эта информация подорвет доверие общества. Но если врачи до сих пор не хотят даже мыть руки, какого доверия они заслуживают? Мы можем пойти на простую операцию, а выйти с опасной для жизни инфекцией или вообще не выйти. А 12 тысяч человек умирают от операций, которые изначально были им не нужны. Для тех, кто ведет счет, это 225 тысяч человек, умерших от итрогенных причин, то есть от смерти по вине врача, от смерти в результате медицинского обслуживания. И это не считая тех, кто просто получил несмертельную травму, например, мы случайно ампутировали кончик вашего пениса. И эти оценки невелики. Институт медицины подсчитал, что в результате врачебных ошибок может погибнуть до 98 тысяч американцев. Это увеличит число погибших до 284 тысяч человек. Но даже если мы используем более низкую оценку, медицина является третьей, основной причиной смерти в Соединенных Штатах. Далее идут болезни сердца, рак. Один из респондентов отметил, что называть медицину третьей, основной причиной смерти, неправильно, поскольку многие из тех, кого мы убиваем, также страдают сердечными заболеваниями или раком. Врачи не расстреливают здоровых людей. Только люди, принимающие лекарства, погибают из-за ошибок или побочных эффектов. Чтобы погибнуть из-за ошибки врача, нужно находиться в больнице. Вот именно! Вот почему так важна медицина образа жизни, ведь чаще всего люди принимают лекарства или лежат в больницах из-за болезней, которые можно предотвратить с помощью здорового питания и образа жизни. Лучший способ избежать негативных последствий медицинского обслуживания – не болеть в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова